так так я вернулся продолжаем работать да они это куда-то разбежались сегодняшний суббота завтра я думаю будут стримить многие завтра мы замутим мульти твич большой перезагрузил комп все равно музыка не работает в какой-то причине молчат о главном я безоговорочно верю их движением плавным я пробираюсь все глубже пропускаю углы и заборы не отражаюсь не вступаю ни с кем в разговоры горят мои фотографии умирают слова и неточности это наша с тобой биография наши безмятежные прошлое да я работаю с лоу поле сеткой но она субдивидится из-за модификатора поэтому я в любой момент типа могу спуститься вот у меня лоу поле ну и подняться то же самое время типа вот лоу поле а вот уже хай поле ну и потом я просто на последнем субдивизион левеле иду в зибраш и там уже доделаю получается хай поле нормальная базовая как раз для зибраша это наша с тобой биография наши безмятежные прошлое вот вот ну вот 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 Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я их сейчас просто закину в зебру Да уже допиливать начну Поэтому Такой пайплайн мне нравится больше всего Больше чем Мусолить в зебре например с нуля или еще что-то делать Я просто делаю все в блендере И уже допиливаю в зебре Тут особо-то и допилить Если честно ничего не надо Так мышцы подрисовать Ну и весь сет получается я сделал Как раз таки в блендере в основном В зебре уже только всякие коцки Детали И следы от сока Как и прежде на татане Те же вздохи Так же ласково бомбина Тушью на спине Якудзи расцветали И перо в него Вошло как в нежный попу Где он-то в подыгах И то ли в нагасах Нежный парень Моречок Пляшах Индига По случайности Погиб Портовой драме Звезды тают на груди Поцелуя в шелк Я попал в бенмарей За тобой пошел Лови в блендер Лови в блендер Лови в блендер Лови в блендер Субтитры сделал DimaTorzok 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 Человека пытаются как-то решить Задача живущих встретиться и поговорить Но разница между живущими в тысячу лет И вместе они как бы есть, а как бы их нет Если первый напишет вопрос и отправит конверт Он вряд ли когда-то получит обратный ответ И вот двое уселись на один и тот же утес Что, никак? Вообще? Да, попробуй Кстати, у меня тоже идея с музыкой есть О, реально, отлично Короче, какая-то херня у меня с гуглом Непонятно почему Он у меня отрубает музыку Как бы она играет, играет Нет, как бы играет, играет И потом она перестает играть, хотя должна Я сейчас зашел через супер-крутой интернет-эксплодер И она нормально работает Первый раз этот браузер из-за его полезно Смотришь футбик? Нет, я вообще не фанат футбола Это же Кал Сейчас попробую Яндекс Браузер Это, конечно, смешно У тебя Хром, да? Да, у меня Хром Да, я и говорю, Хром в последнее время Что-то вообще мозги едят Ну, еще этот самый Еще вот этот Microsoft Edge непонятный Короче, буду кривые крылья делать Сразу Или нет У меня, у меня, в принципе, трич похороны На разной правде Странно очень Вот в Vainglory вообще отлично идет Знаешь, вот эти стримы, которые типа фичурят На 2 А-а-а-а Эти самые Почему-то вот твое, игра я говорю бывает у меня тоже такое было на некоторые стримы заказу и они типа чувак онлайн почему-то его не показывает мне о мтг короче гран-при фраги это жесть не знаю что это и типа карточный граф а я понял ага лоу прикольно я люблю свою родину вроде бы я был жизни не рабом и на заводе мпл и штаны носил прямо на скелет а теперь меня это не торгает я люблю свою родину вроде бы ты чем там вообще в целом занят еще раз ты говори в целом вообще чем занят я делаю один проект который я могу пока что показать но пока он закончил окей это дот и я сразу покажу как только он будет закончен окей если не дота можешь не говорить я дота я сейчас сам буду делать лешего слеж я живу сам выбрал да марки понял на то что с лешим чем замутить он заебись текстурит текстурит если честно он слишком реставрационно текстурит он конечно ну я извиняюсь никаких вопросов как бы там нету то есть этот текстуринг в принципе сродни таки администрации но мне кажется все таки нужно поболее ударить по материалу вот с этим динозавром механическим то что они с бахом делают прикольно получилось вот там он больше по материалу получился такой нарисованный ну да я так и понял ну да есть такие люди которые идут не материалы не ну это сильная сторона лешего конечно ну понятно Так, чё это такое, я не понял. Опа. Короче, я всё равно буду дежитаться, пока прогрузится. Так, кого ты там делаешь? Давай в стадионную закинь. На и сталкеры я делаю. Вообще, на самом деле, надо поговорить нам всем с Ромой 18, чтобы он дал права всем брокшоперам постить новости. Ну, типа, у меня есть. Есть такие, да, я... Да. Люди придут, они с радостью посмотрят, что делать. Ну, пробуй ещё что-то воркшопить. Да, само всё равно. Какая боль, какая боль, Аргентина, Ямайка, 5-0. Какая боль, какая боль, Аргентина, Ямайка, 5-0. Я вижу над тобою синее небо, такие белые, облака на голубом. Как бело-голубые флаги Аргентины. Я закрываю глаза. Я закрываю глаза и вижу леса и маленьких. Я вижу неё в голодых пляжах. Я вижу её... Ты там не слышал? Баланара ещё никто не делает? Нет. Потому что конкуренты мне явно не нужны. Я знаю, что там только... Джимми Ху вроде делает. Баланара. Это Вархаммеровский Баланар? Чего? Это на Вархаммер или просто? Там обычный вроде Баланар. У меня тоже обычный. Просто, ну, на Вархаммер там есть трет, в котором... Ну, типа столбят. Да, типа смысла не вижу пока что на Вархаммер делать. Времени ещё есть. Сейчас я хочу... Ну как, это ближайший чет, который будет на Вархаммер? Нет, ближайший следующий будет на Инд. Я думаю, там уже всё отобрано. Сомневаюсь я. Типа, если я сейчас Баланару выкачу, то могут и взять. Я знаю, что есть теляж работ, которые попросили Вархаммер измениненье. И... Типа, измениненье сделали, и всё, они замолчат. Да, блин, чувак, у меня пять сетов таких. Их типа спрашиваешь, и они порожатся. Да. Я знаю, есть какой-то чувак, который типа с Валлами пиздец до хера, и там ему инфу сливают частенько. Но, блин, я не понимаю, кто это. Типа, надо закорешиться с кем-то. С Валлф, всё-таки. Кто-нибудь, может, переводчика? Не, сомневаюсь. Типа, вот тот же Майлз, он же вне офиса работает, поэтому у него инфа не всегда свежая и актуальная. И он не особо может ответить на какие-то вопросы. Сильно прям. А есть прям чуваки, которые общаются с некоторыми людьми. Валлф, всё-таки. Валлф, всё-таки. У меня, короче, три основных вопроса, которые нужно решить, и я без них просто не знаю, как дальше ехать. Решить мы их можем только вместе. Семья? Да, сейчас зайду. Хорошо, захожу. Я просто через полтора часа уеду, чтобы я нормально продолжил потом без тебя уже. Сейчас. Так. Угу. Угу. Сейчас сделаю вопросики. Угу. Короче. Сейчас на эту картинку. Вот эту. Короче, самый каноничный её образ это вот этот. Он в книге находится. Так. В роллбуке вот там. Есть. Отсюда первая нова утекает, короче. Её иногда, конечно, изображают с волосами. Я поплистал, посмотрел. Иногда есть и фигурки. Ну, обычно там, короче, такой у неё вытянутый череп, как у Дарксира. Лысый. Стрёмный. Стрёмно, да. Фу. Он стрёмно и фу. Я это пробовал, накидывал. Ну, такое всё. Какой-то дилда. Не знаю. А если из металла? Не-не, погоди. Просто. Вон у неё какой-то костяной, я не знаю. Там иногда он тёмный. То ли это волосы такие от ветра, там, пучок собранный. То ли это реально череп. Очень непонятно. На рисунке видно, что это вроде голова, я, ну, вот она, вытянутая. Вот досюда аж. В этой башке проблема, ставится, самая главная проблема, это вот этот подшлемник, особенно внизу, на щеках и челюстях, их вообще не перекрыть. То есть это либо реконструкцию полную лица делать, а я видел геометрию, там у них подшлемник толщину имеет в меше. То есть нужно, то есть это у меня пухлые щечки будут, что не очень прикольно. Тем более это не очень, ну, в целом, наверное, всё-таки, несмотря на то, что как бы к хаосу это ближе, такой деформированный череп, ну, я думаю, положить хрен. В общем, в ранних картинках, в самых ранних изданиях тех же роллбуков есть рисунок, где она просто с волосами. Поэтому просто черные волосы будет, наверное, лучший вариант. Волосы прикольные сделаны. Проблема в том, что волосы главное то, что они позволят перекрыть этот подшлемник даже на щеках. Давай подлиннее. Не уверен пока подлиннее, потому что... А? Сзади? Здесь, ну, посмотрю, может быть, да, подлиннее. Не, просто вот это вот, ты хоть классное сделала, но вот это прическа добряка. Ну, то есть, ты понял. Ну, она такая аккуратненькая. Да, да, вот типа какая-то магичка, типа, ну, там, волшебница добрая. Ну, это пока у нее вот эти штуки не выявились, короче. Здесь проблема в том, что я пока не уверен в размере наплечников. Кстати, очень прикольные наплечники. Ну, там, да, у нее есть... Я вот на этот в основном буду ориентироваться. Все-таки шипы будут. На фигурке у нее там один шип торчит. Вот так вот один здоровый. Посмотрим. Я буду рассчитывать на симметричные наплечники полностью, скорее всего. Хотя, может быть, просто там на одном плече будет шипы, на другом не будет. У нее вот так вот и есть, на самом деле, на фигурке. Типа, один наплечник лысый. Ладно. Да, может быть, подлиннее волосы. Но я говорю, я с этим могу определиться только, когда пойму, где крылья торчат и какого размера. Короче, выбор, по сути, между этой дыней и волосами. Дыней и волосами, да. Это первое. Дыня тоже, на самом деле, не такая уж и плохая. Тут будет только проблема, как ее закрыть, да, там. Да, 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 да. Она, на самом деле, реально тоже не очень плохая, там, то, что у нее вот здесь под шлемник торчит. Он как раз на фигурке, у нее тут нарост такой на лбу, треугольный, он прям поверх ложится, в принципе, без проблем. Ну, просто не сведем, вроде как. Мы не сведем нормально норму, геометрию всю эту фишку. Ну, да, тут даже если шипами перекрывать, то есть волосы позволяют более гибко этим оперировать. То есть часть перекрыта шипами, там ухо еще появляется. К сожалению, без уха она вообще потеряет, наверное, свой образ. Либо придется сделать слишком пышные волосы, которые потребуют больше геометрии, что не очень камильфо. Рога довольно сложные по Мэшу. Ну, такие они, нормальные. На лимиты там не очень. Я посмотрел, в принципе, там, я сравнивал с Квапой. У нее похожая, кстати, прическа и похожая. Тоже рога всякая фигня. Но они примерно вложились. У них примерно похожие лимиты. То есть это реально сделать, в принципе, получится. Ну, плюс здесь есть очевидный плюс. В принципе, для доты это, наверное, все-таки плюс. Для Вархаммера этот логотип Хорна на лбу, который на том рисунке был. Я его немного по-другому делал. Не, ну, нормас, даже ничего. Слушаем, мы можем растрепанную прическу из альфы сделать. Боюсь за альфу. Мне нравится, когда в доте, вот как это, как по мне, даже некоторые части стиля доты, когда волосы, они не альфой делаются, они закрытые, но снизу всегда какая-то нижняя часть этих волос или бороды. Это такой торец срезанный, знаешь, как на скульптурах обычно. Это всегда лучше работает. У нее же нет костей для волос. Они шевелиться не будут, поэтому закрыть придется пожестче. Ну, в этом, кстати, минус волос, что у нее нет костей. И по этой причине, может быть, я, наверное, интуитивно не делал длинные волосы. Потому что они не будут двигаться. Если они не будут двигаться, это не волосы. Поэтому, если прическа вот такая зажатая и не очень длинная, ну, это, в принципе, нормально будет смотреться. В противном случае. Ну, от дилды это банан. Не знаю, ладно, я пока этот вопрос оставлю. В принципе, приоритет я пока на волосы буду ориентироваться. Когда все остальное определюсь, посмотрим. Может быть, этот банан как-то образ, наоборот, усилит. Может и нет. Сложно. Второй вопрос. Я очень очкую за лимиты, но я просто представляю, что без вот этого нижней части, до сисек хотя бы, корсета, я вот эти щитки не смогу сделать. Они просто отвалятся. То есть я не буду просто здесь, пишь, приляпанных, как кусок забора. Здесь фишка в том, что они крепятся к этому корсету. И по декору они перетекают друг к другу. Там вот это золото. Но я планировал эти щитки в плечи. Плечи, конечно, не очень там мощные. Они довольно простой формы. Но лимиты... Что там у нас шел? С 975-500. Вот буквально он до сисек, даже может быть на спине не замыкает. Лимиты, которые ты нарисовал плечи, они, конечно, съедят новую фишку. Не-не-не, это такое прикидка. То есть дуга... Я вам уже прощу, я их там более треугольной формы сделаю, не круглой, а с ребром по центру. Чуть более угловатыми. Они, в принципе, у меня в оригинале, и... Такие и есть. Вот наши классические треугольные формы. По фигурке... Смотрите, здесь плохо. И вообще, очень сложно найти фотографии. Чтоб было видно вообще некоторые детали, потому что там какая-то стана происходит. Как вам бруда с гоблинами? Какая им... С гоблинами. На спине. Ну, а такими? Наверное, я не знаю. Ну, он давно уже... Дело показал. Так, не его. Почему не его? Мне кажется, не его. Торога кинул. Там качем-каучу брод делают. Там прям стадо гоблинов. Смотри. Ну. Я там же. Прикол просто. В общем, не знаю. Я же хотел еще вот эти даже ле... Вот эти веревочки делать. То есть без них тоже вот эти щитки не будут работать. Нужна подкладка из вот этих... ремешков, которые у него на поясе. Здесь. Расправляем в том, что если бы у него армор был красного цвета, а не желтого, проблем бы не было. Тогда бы можно было просто сделать вот эту окантовочку и нижнюю часть. Ну... Ну, конечно, как просто по тону отбить. Она и так довольно оранжевенькая. Ну, то есть сделать каким-то альфой только вот эту окантовку под грудью, окантовку нижней части армора. И вот эту. А с другой стороны, так прикидываешь, в принципе, не такая штука. Там получается то же самое. Здесь надо будет мэш посмотреть, как у нее на груди, на пузе устроен мэш. И насколько реконструкция понадобится. Кстати, я сейчас посмотрю. После следующего вопроса, наверное, самый главный. Самый ссаный. Крылья. Я очень хотел изначально делать крылья вот такими, как они на фигуре. Прям скрытыми, здоровенными, вверх. Очень прям необычными. Но меня очень понравилось, что после этого ее просто реально может спутать с Квапой. Ну, нет, у Квапы вообще другой характер силуэты. С ней сложно спутать. Она реально больше на думу похожа становится. В какой-то мере. Плюс, там, да, у нее вот эти кости, которые стоят. Раз. Вот эти кости. Вот эти. Они очень далеко и широко стоят. Я все надеялся, что они попадут вот в этот колено, вот этот сустав, локоть. Ну, они очень широко стоят. Это, получается, будет очень длинное плечо. А для таких пропорций крыло должно быть еще больше. Ну, здесь, ладно, хрен с ним. Нам это кость нужна была просто для легкого движения. Может быть, и хрен с ним. То есть, дальше там... Ну, и что ты еще не сорвал? Или не сорвал? Не, я еще ничего не рисовал. Ну, я просто думал, может быть, их сложить. Ну, то есть, они лягают вот так. Вот эту опустить вниз. Ну, то есть, как у нее флаги висят, только вместо них крылья вниз. Сложенными. Я даже знаю, что здесь надо смотреть. Вот этих вот ребят. Я рингамон. Да, вот я имею в виду. То есть, сложенными крыльями. Это вариант. Это ее оставить немножко ближе к самой легионке. То есть... Ну, будет сложнее. Сложнее. Да, по флагу есть. С другой стороны, насколько же невыразительно. Эти здоровенные крылья торчащие. Мне так круто было бы это. Из леса выбегает чудище. Просто даете дуэль. Такими крыльщами. Были бы анимации, кости дополнительные. Может быть, было бы просто на дуэль делать расправленные крылья. Вот крен знает. А если бы Valve понравится расправленные крылья, и... Они захотят сами кости добавить. Да, добавят сами. Потому что, если мы их сразу сделаем сложенными, то они не смогут их расправить, скорее всего. А с другой стороны... Могут. Вот хозяин. Сид, что-то... Сид хлюпает микрофоном. Так что, думаешь, складывать их или не складывать? Не, я думаю, надо стопудово оставлять расправленными. Потому что это просто круто. Это реально круто смотрится. Да. Потому что если... Просто... Паста вчера опять вброс такой сделал, который меня очень смутил. Ну, внес смуту в мои решения. Говорит, Valve не любят крылья на героях, на которых они не предназначены цифру. Ну, на самом деле, он, в счастье, прав. Это старая тема была, я помню, когда ребята пытались сделать... Ну, у Леона крылья есть, я вам скажу. Ну, такие клевенькие маленькие, да. Да, типа, тоже как вариант. Поэтому у нас надо тестировать. Здесь просто очень сложно... Здесь очень сложно оценивать, как бы, старый... Старый вкус Valve. Ну, да. Просто это потому, что в этот... Отдельный сундук, это отдельная тема, это отдельный критерий вообще оценки будут. То есть, я... Не знаю, мне бы узнать, как будет ли сам Games Workshop участвовать в отборе. В судействии или нет. Мне кажется, они будут. То это прям приоритетом было бы, наоборот, удовлетворить, как бы, любовь Games Workshop к деталям. Я думаю, что это игра Valve, и они сами будут решать какое-то, что там будет. Не-не, ну, как бы это игра Valve, но бренд Games Workshop, и, грубо говоря, некачественный контент или ошибки, ну, что-то, что оскорбить может фанатов Warhammer, по сути, подорвет... Это же будет официальный бренд. Сундук брендовый. Ну, он подорвет немножко репутацию Games Workshop. Поэтому необходимо будет следить за тем, что попадет в игру. Потому что мало ли кто там Valve выбирает. Может, они в глаза ваху не видели? Ну, согласен. Как и многие из нас. Я уверен, что там есть ребята старики, которые знают и любят ее. Но в большинстве случаев это будет очень поверхностные знания. Им нужна будет оценка Games Workshop, чтобы понять, что корректно, что там нет. Просто если под Games Workshop работать, я бы крылья, конечно, делал прям как на фигурке, вот такими же. Это круто. Мы можем, конечно, вообще изъебнуться и не париться сделать две версии, сложенные и расправленные, что просто займет у нас больше времени. Давай начнем с расправленных. Мне тоже кажется, что с расправленных. Если хочешь, тоже как-то сомнения подрезать, может потестить, какую-то болваночку запилить. Просто ориентируясь на фигурку, на глаз. Причем я бы старался, я причем хочу прям вот эту дутость их передать. Меня просто интересует, на самом деле, соотношение пропорций высоты. Да, они очень высокие. Там еще посмотреть. У оригинального персонажа их, то они могут закрыть героя в принципе с игровой камеры. У нее крылья реально ростом с нее просто. А вот это уже удар арт-дирекции в яйца. Ну вот нужно потестить, как там с игровой камеры работает. Не работает. Мне кажется, реально лучше будет болванкой проверить. То есть я их пока рисовать не буду, оставлю на потом. Да, да, я сделаю. Ты потестишь, а я пока там плечами, я с армором разберусь. Ну, а щит, я не знаю. Мы на самом деле можем сделать щит без задней стенки. Что у меня, в принципе, учитывая лимиты, кажется, придется так сделать. Что? А прозрачная будет, что-то? Ну да. Ну это будет ужасно. Это ужасно, да? Я понимаю. 400-300, чтобы вот эти рога получать. мы здесь ставим, ставим, покажи, что там защитная красава. Ну вот, смотри, просто утрените, рога. А, ты хочешь идти рога ставить? Ну хорошо. У них съезд где-то по 150-300. Вот. Читаю. Нам останется где-то стополь года остались щитки. Ну так, ну... Остальное, оно более-менее на нормале может уйти. Там, вот он тут у меня. Фронтальный. Надо это упростить. Я рога еще, в принципе, да, наверное, тоже упрощу, как я сделал с рогами на голове у нее. Здесь как бы залания ребра заложены. Они треугольные в срезе здесь вверху. Ну, близкие, в принципе, потому что здесь они ромбовидные квадратные. Я делал треугольные и только у основания там они расширяются. уходят, 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 в общем, крылья нужно проверять. А с армором я сам оценю, наверное, разберусь. Копье я тоже как бы я брал там с другой фигурки. У нее в основном обычно это прямая палка. Это очень стрёмно. очень маленький наконечник. такое копье к копье. Мне пришлось увеличить верхнюю часть, изменить пропорции. И я взял с другой фигурки. Она такой S-образной формы. Это потому, что у нее все-таки ударная часть в одной точке находится. Насколько мац я помню, она бьет именно вот этой частью. Она бьет дико вообще. Тут, конечно, да, она как бы рубящим ударом. Да, поэтому я что-то такое усреднение сделал с нескольких фигурок. Набрал, изменил пропорции под место хвата, более-менее, чтобы она была в пропорции. Здесь единственное, что нужно быть, смотрим, где второй рукой хватается, чтобы вот эта точка и точка, где она хватается второй рукой были на одной линии. Ну, это не проблема. То есть, немножко повернуть придется. но я не думаю, что это проблема. Что тут такое? забыл, как пишется. черезор. Да, он поймет. Сан-японец. Ну, да, он поймет. Поймет. Так. Сейчас я пойду посмотрю, что не на пузе там по геометрии. Просто это можно на глаз оттолкнуться. ля, а что у него сзади это? камера. И пердак. О, есть в классе кадр с пердаком. мою песню пишет тысящи глаза мое фото растутят. сзади сзади мое солнце мне скажет эта пара нас посмеется над текстом лучшей дороги спустя и чуть спустя Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девочки смеются Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да и под薄 Ведите в бар смотрите футбол Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Спокойно. Да, спокойно сегодня вы не посидите. Леший, звони, бронируй все оставшиеся места. Ну, вообще все. Вокупай бар. Просто я покупаю это заведение. Да, опять сегодня пиздец, и кто-нибудь будет. Может быть, даже с нами. Ну, такое уже было... Ну, как ты смотришь, типа чем? Ну, говорит, на самом деле, все, что меня интересует, это типа, ну, скорбь. Галы, кто забил. Говорит, вот только что забили, я все слышу из окна, типа. Рядом, походу, даже. Хм, можно сделать хитрее. Можно не делать верхнюю штуку. Смотри, я сейчас пиздец. Мы делаем реконструкцию, только вот этой каемки. Можно через альфу. Так. 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 ну и сзади замыкать так шесть у нас короче из нашей тусовки клубик вообще никто не смотрит нет а что вы смотрите если наши всегда сосут смысл я как хаттабыч на мячик иногда болею типа вот за хоккей например болеть ну я типа не болельщик вообще но в целом есть смысл потому что наши хоть что-то там делают футболе что наши делают только сосуд а как же наш тренер гус вот киберспорт это да ну то есть реконструировать не все до сюда до сисек ну не вот эту часть а только вот эту каемку нижнюю ферштейн нет я пока не ферштейна ты хочешь ее замки нет я имею ввиду я изначально хотел сделать вот отсюда прям прям вот так весь корсет сделаем только пояс ну да то есть не делать вот эту часть да почему бы нет главное чтобы было понимаешь ну гармония это надо смотреть я вот так нифига не могу если честно давай куда эту штуку загонят петли ну типа из-под них вот из-под этих логотип нельзя перебивать здесь же вечер нарисовано ну да старый добрый череп хорна ну вот в этом проблема ну и вообще я хотел вот эти ленточки сделать я не знаю я не знаю я не знаю но я не знаю я не знаю Субтитры создавал DimaTorzok Огромное спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Но живет по законам других Никому умирать молодых Он не помнит слова да и слова нет Он не помнит ничего с ней нет И способен дать ему заразить И считая, что он консоль И упасть обаленным звездой По идее не только Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 Насчет блендера Насчет тутеров к нему Что-то я даже не знаю Я, если честно, насчет блендера, ни один тутор не юзал. Просто сам тыкал. Да там все просто. Нечего даже и советовать. Просто методом тыка можешь юзать всякие. Главное, хоткей, посмотри. Хоткей это самое главное. А дальше? Да там все просто. Тем более, он не такой запутанный, как Max или Maya. Со всякими кнопками на меню. Тут все просто. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ура, доску любтел. А нет, нифига, чё я вам вру, ещё не доскультил. Забыл символы на крыльях. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 я хотел сказать моцки хули них слышно громко я хочу Продолжение следует... 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 Продолжение следует...